МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Брянская губерния информационная программа события в студии Александр Новиков. Здравствуйте. Праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Брянской области по традиции отмечается в конце ноября. Торжественная церемония состоялась в Брянском государственном аграрном университете. Знаменитые у нас и далеко за пределами области товары брянские производители привезли на выставку в Аграрный университет. Участники праздника могли попробовать новейшие изделия компании «Консервсу Шпрот», Брянский молочный комбинат, сыр Стародубский. Брянский аграрный университет представил высокоурожайные семена картофеля, которые востребованы сельхозпроизводителями нашего региона. Урожайность в этом году наших сортов некоторых составила выше 750 центнеров, под 800 центнеров. Минимум это 500-550 центнеров за гектар. Прибыв на праздник, губернатор Александр Богомаз пообщался с переработчиками сельхозпродукции, лично поздравил тружеников села с праздником. Более 34 тысяч человек сегодня трудятся в Брянском аграрном секторе. Ко всем труженикам губернатор обратился с приветствием и благодарственными словами за высочайшие достижения в сельском хозяйстве. Безусловно, такой рывок промышленного комплекса обусловлен рядом причин. Одна из них, самая важная и первоначальная, это принятие президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным программы по развитию отрасли сельского хозяйства. А в последние годы государственная поддержка и программа по развитию АПК позволили сельсказательной отрасли нашей страны стать конкурирующим лидером на мировой арене. Увеличилась за последние три года государственная поддержка и АПК Брянской области. Ее размер вырос с 7,5 миллиардов рублей до 11,5 миллиардов рублей. У нас успешно популяризуются крупные инвестиционные проекты области мясного и молочного скотоводства, бройлерного птицеводства и семеноводства, крепкий союз науки и аграрного производства. За заслуги в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности многолетний труд Александр Богомас вручил государственные награды. Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено Леониду Горбачеву, мастеру строительного участка ТНВ «Красный Октябрь». Все районы в этом году потрудились на славу. Лучшим признан Трубчевский. Район получил в подарок автомобиль. Александр Богомас вручил награду и лучшему комбайнеру 2017 года Сергею Клочкову. Выпускник аграрного университета намолол рекордное количество зерна – 7 875 тонн. Наши комбайны стали достаточно хорошо делать, которые не уступают зарубежным. И в обслуживании, и в надежности, и в качестве. Ну и, соответственно, с хорошим подходом можно добиться таких результатов. Главную награду праздника – приз губернатора области «Золотой колос» получили руководители трех крупных хозяйств. Генеральный директор Брянской мясной компании Александр Павлов. Директор компании «Дружба» Эдуард Минин. И руководитель агропромышленного холдинга «Добронравов Агро» Дмитрий Добронравов. «Золотой колос» вручается ежегодно за наивысшие результаты в развитии сельскохозяйственного производства, увеличении урожайности сельхозкультур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы, достижении высоких показателей в работе предприятий. Успех холдинга в первую очередь зависит от нашего руководителя, Женикова Владимировича. И той команды единомышленников, которую он собрал. «Добронравов Агро» развивается. Мы строим картофельохранилище на 8 тысяч тонн. Помимо лучшего Днеполя, которое сейчас отметили в России, нам еще повезло провести в этом году «Рашн Потейто». Самая мировая выставка картофеля в этом году прошла в Эмилорде. Вот ее производная под руководством Шумана Александра. Это гуру в области картофеля. И он принял решение провести это у нас. «Рашн Потейто» состоится 3 августа 2018 года. Площадка Литовния, Навлинский район, производственная база «Добронрав Агро». Председатель Брянской областной думы Владимир Попков напомнил о встрече с Дмитрием Медведевым, который высоко оценил брянский женьшень. Председатель думы пожелал Брянской области стать главной здравницей страны. Он также рассказал, что в министерстве прорабатывается вопрос о проведении в Брянской области российского Дня поля. Встречаясь с премьер-министром, не так давно на днях Александр Васильевич задал вопрос. Дмитрий Анатольевич, а что вы видите хорошего на Брянщине? Но Дмитрий Анатольевич поддержал Александра Васильевича, что Брянский День поля был российским Днем поля. И сегодня Министерство сельского хозяйства подтвердило, что самый лучший российский День поля – это Брянский День поля. Вот здесь ваш успех и ваш застой. Только благодаря тесной работе с учеными брянские аграрии смогли получить высокую урожайность зерновых и картофеля. Получить урожайность пшеницы 125 центнеров с гектара – это огромный научный труд. Без всех деталей, технологий мы не получим высокое качество зерна. Или получить урожайность картофеля 600-700 центнеров – это только рекордные урожаи получали в Европе, в Голландии. Сейчас получают наши картофелеводы. От имени министра сельского хозяйства Брянских аграриев поздравил заместитель директора департамента Минсельхоза России Владимир Кондрашкин. Он вручил почетные грамоты и благодарности рядовым работникам, доярке, инженеру, агроному крупных предприятий региона. Многие сельхозтруженики сегодня благодарны губернатору, который вселил в них уверенность в успехе агробизнеса. Сергей Лантушко из Унеческого района второй год руководит хозяйством и не жалеет, что из технической отрасли перешел в сельскохозяйственную. В 2016 году мы заложили эксперимент. И по такой технологии выполнили 40 гектаров земли. Мы получили урожай. Где-то там в среднем вышло на круг 50 центнеров с гектара. И мой отец, в частности. Мы заметили, что на земле можно получать хорошее урожае благодаря этим семинарам. Поэтому в этом году не остановились на достигнутом. Всю площадь мы теперь уже сделали по технологии. Высоких показателей аграрии добились и благодаря плодотворной работе с производителями российской сельхозтехники. Руководство завода «Кировец» отметило огромный рывок в аграрном секторе нашего региона. Я горжусь своей Брянской области за те достижения, которые мы имеем. Если проезжать по Смоленской, Калужской области, то еще много землей, которые не используются и зарастают березняком, лесами. На сегодняшний день в Брянской области ни одна плачка земли не пустую. Благодаря четко разработанным программам развития аграрного сектора сегодня в Брянской области улучшаются условия жизни на селе. В хлеборобы и животноводы идет все больше молодежи. Новое поколение видит стабильно растущие результаты, перенимает бесценный опыт. А значит, новые рекорды и победы в сельском хозяйстве России у нашей области еще впереди. Александра Седачева, Максим Кузнецов. События. Выгонеческий район. Более века в деревне Орменко Выгонеческого района работает средняя школа. На 110-летие юбиляра пригласили нашу съемочную группу. Деревня Орменко. 1907 год. Ребят много и всех надо пристроить в учебные заведения. Вот решила земство построить школу. Тогда, 110 лет назад, и началась история Орминской школы. За годы своего существования школа сменила три адреса, поменяла три здания. Нынешнее здание школы построено в 1959 году. И есть чем гордиться, отмечает руководство района. Владимир Алексеев, известный Брянской области писатель, краевед, выпускник Орминской школы. Поэт Николай Денисов также получал образование в этих стенах. Его имя носит Орминская школа. Он никогда связь со школой не терял. И очень памятный такой момент, когда вышла, была напечатана первая его книга стихов. Он пришел с ней в школу к своей любимой учительнице Марии Петровне Прудниковой, учителю словесности. И с удовольствием вот преподнес ей такой подарок. Не забывают выпускники родные стены и сейчас. А нынешние школьники в праздничный день желают своим учителям самого главного – терпения. В долголетии, терпения. Хотелось бы отметить еще 200-й юбилей школы, и чтобы и в дальнейшем все было хорошо, чтобы все в школе наладилось. Чтобы через 10 лет мы тоже приходили сюда и радовались, как сейчас наши выпускники. Школа в деревне Орминка переживает революцию, Великую Отечественную войну. И даже сейчас местные школьники шутят, когда начнем осваивать новые планеты, и там появится Орминская школа. На праздники учителям вручили грамоты Департамента образования и науки области, а руководство района подкрепило поздравления материально. 50 тысяч рублей пойдут на приобретение новых лыж. Андрей Мамошин, Владимир Шалободов. События. Выгонический район. Выбираем профессию, проектируем жизнь. Брянское управление по труду и занятости познакомило школьников с профессиями будущего в сфере сельского хозяйства. Лучше всего о работе в поле может рассказать тот, кто в поле работает. Чтобы привлечь внимание школьников к сельскому хозяйству, в Управление по труду и занятости пригласили на конференцию специалистов из хозяйств Мираторг и Охотно. Сегодня сельское хозяйство – это не только уже вопрос национальной безопасности. Этот вопрос заключается в том, что у нас есть абсолютный потенциал у нашей страны кормить весь мир. Одно из самых распространенных заблуждений, что сельское хозяйство – это грязь, поле и низкая зарплата. Сейчас агропромышленность – это высокие технологии, которые в большинстве своем уникальны и есть только в нашем регионе. Порядка 1200 человек работает у нас в агрохолдинге на сегодняшний день. И мы уже сейчас испытываем дефицит в кадрах. Нам нужны и специалисты рабочих профессий. Нам нужны, как отмечал мой коллега из Мираторг, нам нужны и зоотехники, и агрономы, и инженеры-механики. О сельском хозяйстве часто не хватает информации, а вернее информированности. Акция, которая устроила Управление по труду и занятости, восполняет этот пробел. Мне понравилось выступление представителя агропромышленного холдинга. Я узнала много интересного для себя. С профессией я определился, но все равно у меня еще есть время подумать. Думаю, можно рассматривать вариант агропромышленности. Встреча проходила в режиме видеосвязи со школами и центрами занятости во всех районах нашей области. Ознакомить будущих выпускников с профессией, с содержанием их дальнейшей работы, с возможностями профессионального роста, социальным пакетом, который предлагают ведущие работодатели области как раз в этой сфере, а также с возможностями получения достойного квалифицированного образования в брянских вузах и СУЗах именно по этим профессиям. В планах еще две встречи с представителями здравоохранения и с промышленными предприятиями нашего региона. Игорь Умаров, Андрей Мазунин, События Брянск. После Большого славянского форума на другой, но столь же важный. В правительстве Брянской области состоялась международная научно-практическая конференция по современным социально-экономическим процессам. «Россия, матушка, лучше верится века пока в ушах, снегами верится за веки вечные, я припаду в душе все то, что было с нами». Задача конференции – не только обсудить важные социально-экономические вопросы, но и укрепить межрегиональную и международную связь. «Вот все вещи, которые, надеюсь, мы сегодня будем обсуждать и которые нам будут полезны в дальнейшей жизни, нацелены на самое главное, на то, чтобы мы поменьше заимствовали товаров, чтобы мы поменьше заимствовали продуктов у некоторых наших, в кавычках, друзей. Все мы с вами живем в прекрасных странах, все мы с вами живем в прекрасных областях». Преподаватели белорусских вузов и Российского экономического университета Плеханова вместе с брянскими студентами обсуждали развитие торгово-экономических отношений, таможенное регулирование, развитие туризма и современное бизнес-образование. Речь шла и о российско-белорусской истории. «Большая часть нашей жизни, если говорить в историческом аспекте, прошла совместно. Поэтому разделить, что принадлежит одной стране, что другое, весьма сложно. Я думаю, что вот это такая, знаете, как история про семью. Жили раздельно, потом все-таки в семье, и вот эта вот семейная история. Я думаю, что по большому счету разговор о восточнославянском единстве – это не просто пустой звук, а это вполне наполнено конкретным содержанием явления». Завершилась конференция подписанием соглашений о межрегиональном и международном сотрудничестве в социально-экономической сфере. Игорь Умаров, Анатолий Щекрыгин, События Брянск. В Брянском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина прошла спартакиада среди подростков. В спортивных соревнованиях участвовали дети, которые стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Трудные подростки и дети из малообеспеченных семей смогли побороться за звание лучших спортсменов среди своих сверстников. Специально для них у МВД России комиссия по делам несовершеннолетних и Департамент образования и науки уже в 16-й раз провели детскую спартакиаду. В соревнованиях приняли участие 99 ребят со всех районов Брянской области. В первую очередь, естественно, спартакиада проводится в целях отвлечения подростков от преступной среды, приобщения их к здоровому образу жизни, ну и, соответственно, получения положительных эмоций, ведь данное мероприятие масштабное и очень пользуется популярностью у детей. Ребята соревновались в гонках на трассовых автомоделях, в настольном футболе, в прыжке на скакалке и перетягивании каната. Также была проведена правовая викторина, в которой они смогли лучше изучить законы своей страны. Из 33 команд победителями стали подростки из Карачевского, Климовского и Злынковского районов. После спортивных состязаний всем ребятам были вручены ценные подарки и грамоты. Елизавета Зеленина при содействии пресс-службы ОМВД России по Брянской области. В Брянской области продолжается программа переселения соотечественников. Центры занятости населения активно помогают ее участникам. Так, в Сельцовском районе была оказана помощь иммигрантам из Украины. Скажите, пожалуйста, когда будет перечисление пособия? Выплата пособия будет начислена сегодня, а деньги придут в течение трех дней. Понятно, спасибо. Найти достойную работу и получить материальную поддержку приехавшим в Россию на постоянное место жительства до сих пор возможно. Четыре года назад, когда началась программа оказания помощи для переселенцев, в Брянскую область переехало немало семей и стран бывшего СНГ. Благодаря эффективности госпроекта иммигранты продолжают активно обращаться за поддержкой в Центр занятости города Сельцо. Начиная с 2014 года наш город принял около ста иностранных граждан, 15 из которых приняли участие в программе оказания содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественных, проживающих за рубежом. Большинство из них обратилось в Центр занятости и получили материальную поддержку в размере 5000 рублей. К нам обращаются люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, приехали в чужую страну, где им ничего не знакомо, поэтому хочется всячески им помочь. Максим Голуб из города Рубежное Луганской области приехал в Брянскую область 3,5 года назад. Родственники из Сельцо приняли его у себя с женой и ребенком. Через Центр занятости он нашел работу в водоканале, быстро сдружился с коллегами по цеху и уже вскоре стал начальником. Брянскую область приехал в 2014 году, приехал так, как были у меня, есть здесь у меня близкие люди. Приняли меня хорошо, очень на работу устроился в жилищно-коммунальное хозяйство. В мои обязанности входят планирование и проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения города, контроль за сточными водами, питьевой водой. Еще один уроженец Украины Сергей Редько в 2014 оказался в наших краях. Убегая от бомбежек в Горловке под Донецком, ему посчастливилось познакомиться с семьей Сельцо, которое приютило молодого человека у себя. Обратившись в Центр занятости, Сергею помогли устроиться слесарем в городской котельной. Работаю до сих пор, коллективы отличные, научили, обучили меня сразу. Привез сюда жену двоих детишек. Наставляет и помогает ребятам их руководитель Нина Сахарова. По ее словам, Максим и Сергей одни из немногих, кто по-настоящему отдается работе целиком. Конечно, мы их сразу приняли в коллектив, потому что знаем, в каких условиях они находились, что они прошли. Приехали они с семьями, мы им помогли найти жилье, чтобы они снимали, где-то жили. Помогли, конечно, устроиться, оказывали некоторую помощь во всех таких делах и приняли на работу. Мы не могли им отказать, потому что понимаете, в каких условиях они находились. Программа оказания помощи переселенцам продлится до 2020 года. Узнать подробную информацию и принять участие в проекте можно в ближайшем подразделении УФМС России и Центре занятости населения. Елизавета Зеленина, Владимир Шалободов. События. Сельцовский район. В этом году в программе переселения соотечественников в Жуковском районе участвовало 15 человек. Программа переселения соотечественников существует с 2014 года. За это время в Жуковский район приехало около 300 человек. В 2017 году к нам приехало около 15 человек соотечественников, которые вступили в программу, оформляют необходимые документы, снимают или покупают жилье и проживают на территории нашего района. Но многие из них, особенно женщины, работают в социальной сфере. Это воспитатели, это работники по обслуживанию престарелых. Ну и многие также работают в сельской местности, занимаются предпринимательской деятельностью, покупают патенты разведением животноводства. Юлия Куковенко приехала в Жуковку вместе с родственниками и будущим мужем в 2014 году. Обратились в миграционную, получили временное убежище. Мы приехали к материной Куме, жили временно у нее. Со временем обратили в администрацию, там, значит, нам дали квартиру. Под съем, конечно, жили мы там. Со временем родители уехали обратно. Они прожили здесь с июля месяца по октябрь. Ну, так как, естественно, все-таки там, да, война, но там и работа, как бы жилье свое осталось, потому что мародерство процветало, можно так сказать. Ну, в общем, вынуждены были вернуться. Спустя долгое время Юлия с мужем стали соотечественниками. Муж устроился автослесарем-механиком на Жуковский велозавод. А Юлия обратилась в Центр занятости, потому что ее специальность – автоматизация железнодорожных предприятий. Мне позвонили, сказали, что можно получить единовременную выплату. Еще пришла, чтобы узнать, есть ли какие-то вакансии, возможно, есть какие-то курсы, чтобы приобучиться, получить новую какую-то профессию. Потому что профессия моя немного не востребована. Еще один наш соотечественник – Елена Герич. Работает помощником воспитателя в детском саде «Аленушка». Вместе с мужем и двумя детьми приехала из Одессы в том же 2014 году, когда начали стрелять. Когда приехали, сразу пошли в ФМС. Гражданство же надо делать. И нам сказали, чтобы получить гражданство, надо сначала иметь государственную работу. Ну, я устроилась, конечно, первой. Благодаря нашей заведующей Галине Юрьевне, она взяла меня на работу. Может быть, если бы не взяла, может быть, я бы до сих пор еще без гражданства была. А так уже гражданство имею. Уже четвертый год работаю здесь. Муж устроился на пилораму, дети пошли в школу. Жизнь в Жуковке и работа в детском саде Елену полностью устраивает. Мне нравится, да, потому что это как бы мое. Я когда жила там, я училась тоже. Ну, я, правда, не окончила. Я не на воспитателя, я на историка училась. Но я не окончила. Так сложилась ситуация. Сейчас Елена проходит курсы подготовки, чтобы из помощника стать полноценным воспитателем. Светлана Свебович о прошлом вспоминает с неохотой. Уезжать в спешке ей пришлось из Краматорска в самый разгар военных действий. Мы собрались, одолжили деньги. Не было вообще сообщением. Нам нужно было добираться в Харьковскую область. Своими путями как-то попали под обстрел. Но обошлось, слава богу. И мы. Сначала муж уехал со старшим сыном. А потом, уже когда сын закончил младший в школу, мы приехали уже в июне месяце именно сюда. Помогли дальние родственники и просто неравнодушные граждане Жуковки. Все, кто чем мог, помогал нам. Кто чем, кто продуктами, кто вещами. Потому что мы бросили все. Мы оставили там все. Мы ничего не брали, только документы. Четыре месяца прожив у тетки, переехали на съемную квартиру. Работа нашлась сразу. Сын устроился в Жуковке, муж уехал на север. А Светлане, центр занятости, предложил должность в доме-интернате. Было тяжело в первое время. Но благодаря коллективу я так и адаптировалась. Потому что действительно очень доброжелательные люди. Центр занятости Жуковского района не забывает о своих соотечественниках. Стараюсь помогать и поддерживать их во всех начинаниях. Игорь Мараф, Анатолий Щекрыгин, События Жуковка. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание на то, что с 27 ноября сериал «Разведчицы» будет выходить в новое время. Смотрите седьмую и восьмую серии уже в этот понедельник в 18 и 20 часов. Ну а далее новости экономики и прогноз погоды. Я не прощаюсь. Эго, эгоист, эгоист, эгоист.